Город-крепость хранит в себе множество тайн истории, соборы, памятники, мемориалы, бюсты и обелиски, свидетельства событий прошлых лет, своеобразные ключи от двери в прошлое. В Международный день памятников работники Бендерского историко-краеведческого музея организовали для девятиклассников лекцию и экскурсию по памятным местам города. Для меня история – это нечто большее, чем просто наука, нечто большее, чем просто знание. Это образ жизни, это очень важно для меня, поскольку в моей жизни она играет, можно так сказать, образующую роль. Я учусь на ошибках прошлого, для того, чтобы не повторить их настоящим. Мне очень нравятся места, в которых мы живем, они покоряют своей красотой. Мне очень приятно смотреть на закаты, на рассветы, на эту природу и на все памятники, на архитектуру, которые у нас есть в городе. В Государственном реестре памятников от 2002 года в республике насчитывается почти 350 объектов культурного наследия, 44 из которых располагаются в Бендерах. В настоящее время ведется работа над созданием нового документа. В него войдет 51 исторический объект. Государственный контроль за состоянием памятников осуществляет Госслужба по культуре и местные власти. Также в сохранении культурного наследия активно участвуют и сами бендерчане. Работники краеведческого музея не раз получали сигналы от горожан об актах вандализма. Несколько лет назад был поврежден памятник горельеф жертвам расстрела у Черного забора. Позвонили нам, об этом жители города сообщили. Был поврежден памятник женщинам, которые принимали участие в блокаде железной дороги. В таком случае выезжает комиссия на место и составляется акт и принимаются меры. На сегодняшний день в реконструкции нуждается ряд исторических объектов. Это стела борцам за власть советов, на набережной Днестра и памятник Павлу Ткаченко. Жители приходили в музей и нам говорили о том, что та плита, которая поддерживает памятник сзади, она как бы откололась. Я не знаю, насколько это опасно, но, наверное, специалисты должны дать заключение. Этот памятник очень любят дети. Реставрация памятников требует больших денежных вложений. Пока неизвестно, когда и за какой счет – республиканский, местный или благотворительный – будут проводиться ремонтные работы. В первую очередь, состояние объектов должна оценить специальная комиссия. В целом, отмечают работники музея, за культурным наследием в городе следят, потому как без прошлого нет будущего.